привет наши любимые зрители и подписчики вы на канале пиксель трейд с вами михаил и сегодня мы поговорим о линейке бюджетных безрамочных телевизоров от компании сиоми напишите по итогу какой из этих телевизоров вам понравился больше в комментариях ну а мы начинаем у нас на обзоре 5 телевизоров от компании сиоми все они разных диагоналей и относятся к одной линейке е4 с приставка с говорит о том что в этих телевизоров увеличен объем встроенной оперативной памяти что дает лучшую поддержку искусственного интеллекта приставка я говорит о безрамочности здесь у нас представлены все самые популярные диагонали начну я с самого маленького с 32 дюймового и пойдем по возрастающей начнем с габаритов данных моделей телевизор с диагональю 32 дюйма длина 72 сантиметра высота 46,6 сантиметров 43 дюйма длина 96,3 сантиметра высота 61,2 сантиметра 55 дюймов длина 123 сантиметра высота 76,7 сантиметров 65 дюймов длина 145 сантиметров высота 83,5 сантиметров 75 дюймов длина 167 сантиметров высота 89,5 см. Первый телевизор 32 дюйма, самый маленький и самый дешевый. Вес телевизора 4 кг. На борту располагается 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Управляет этим четырехъядерный процессор и видеопроцессор Mali-450. Мощность звука 12 Вт, два динамика по 6. Немного, но в самый раз для такого маленького телевизора. Также в нем установлена 10-битная TFT-APS матрица с подсветкой Direct LED. Разрешение экрана 1920 на 1080 точек, Full HD. Частота обновления экрана 60 Гц. Время отклика 8 миллисекунд. Также есть HDR10 и технология Dolby Digital. Из беспроводных подключений поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Крепление на стену стандартное 10 на 10 сантиметров. Подключить периферийные устройства вы можете при помощи портов. На задней стороне располагается порт USB, два HDMI порта, порт Ethernet, а также SPDIF, AV-INPUT и антенна. Комплектации и пульту этих телевизоров одинаковые, поэтому расскажем на примере самого маленького и самого первого. В комплектацию входит сам телевизор, шнур питания и ножки. Пульт у всех телевизоров одинаковый, очень простой, выполнен в фирменном дизайне Xiaomi. Подсоединяется он по Bluetooth к телевизору. На нем располагаются кнопка включения-выключения, кнопка голосового управления, панель навигации, кнопки домой, назад и настройки и кнопка управления громкостью. Этот телевизор отлично подойдет людям, которые не хотят себе большую диагональ. Например, в кухню или в детскую комнату он подойдет просто отлично. Также у него очень привлекательная и вкусная цена 15800 рублей, что делает его очень качественным предложением на рынке. Ну а мы переходим к следующей модели. Эта модель уже побольше. Диагональ 43 дюйма, вес семь с половиной килограмм. Начинка у всех последующих телевизоров одинаковая, поэтому тут я подробно обо всем расскажу, а дальше уже буду говорить только о дополнительных функциях модели, если такие имеются. Здесь уже полноценное 4К разрешение 3840 на 2160 точек. Начинка этого телевизора стоит из процессора Amlogic Cortex A55. Видеопроцессор установлен Mali-G31 MP2. Два гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Время отклика 8 миллисекунд. Тут также, как и в предыдущей модели, стоит 10-битная TFT IPS матрица с подсветкой Direct LED. Частота обновления экрана 60 Гц. Поддерживает HDR10 и Dolby Audio, а также DTS-HD. Тут установлены два динамика общей мощностью 16 Вт, 2 по 8. И вкупе с используемыми технологиями звук очень качественный и объемный. Крепление на стену 25 на 30 сантиметров. Поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi и Bluetooth, а также имеет богатый набор портов. Здесь располагаются два USB порта, два HDMI порта, порт Ethernet, а также SPDIF, AV-INPUT и антенна. 43 дюйма. Такой размер уже отлично подходит для спален или небольших гостиных. Воспроизводит 4К, имеет очень много звуковых эффектов. К тому же стоит 28 400 рублей. Я думаю, вы будете довольны покупкой. Ну а мы переходим к следующему устройству. Следующая модель имеет диагональ 55 дюймов. Вес телевизора 12,4 килограмма. Крепление на стену стандартное 20 на 20 сантиметров. Начинка аналогичная с предыдущей моделью. Подключиться к телевизору можно при помощи Wi-Fi или Bluetooth или при помощи портов. Здесь располагаются два USB порта, два HDMI порта, порт Ethernet, а также SPDIF, AV-INPUT и антенна. Этот телевизор уже имеет достаточно большую диагональ, поэтому на его базе можно уже собирать полностью домашний кинотеатр. К тому же я бы не рекомендовал его использовать в комнатах меньше 15 квадратных метров, потому что там это будет просто неудобно. Вы не сможете раскрыть весь его потенциал. Цена на данный момент 42 999 рублей. Ну а мы переходим к следующему. Следующий телевизор уже имеет диагональ 65 дюймов. Вес телевизора 19 килограмм. Крепление на стену размером 30 на 30 сантиметров. По технической составляющей он такой же, как и предыдущая модель. Из нового здесь только наличие прогрессивной разверстки. Эта технология позволяет сделать картинку более плавной. Поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Также вы можете подключиться к нему при помощи портов, расположенных на задней стороне. На задней стороне располагаются два USB порта, три HDMI порта, порт Ethernet, SPDIV, AV-input и антенна. По техническим характеристикам этот телевизор не сильно отличается от предыдущего. Отлично подойдет людям, которые хотят себе большой телевизор, но при этом в рамках бюджета 50-60 тысяч рублей. Ведь цена этого телевизора всего лишь 54 тысячи 500 рублей. Ну а мы переходим к последнему телевизору из этой линейки. Это уже совсем большой телевизор. Его диагональ 75 дюймов, вес 27,3 килограмма. Начинка один в один повторяет предыдущую модель. Здесь также есть прогрессивная разверстка. Крепление на стену размером 40 на 30 сантиметров. Подключиться к этому телевизору можно по Bluetooth и Wi-Fi, а также при помощи портов. На задней стороне располагаются два USB порта, три HDMI порта, порт Ethernet, SPDIV, AV-input и антенна. Этот телевизор я уже рекомендую использовать в комнатах от 25 квадратных метров и больше. Там он сможет полностью раскрыть свой потенциал в роли вашего домашнего кинотеатра или решения на каждый день. Цена этого гиганта на данный момент 95 тысяч 800 рублей, что очень бюджетно для данной диагонали. Ну а мы переходим к итогам. В итоге хочу сказать, что эти телевизоры поражают своей доступностью. Телевизор, который поддерживает 4К, стоит всего лишь 28 тысяч рублей. И это реально. И он не выглядит как динозавр благодаря безрамочному дисплею, который придает ему очень аккуратный и футуристичный дизайн. При этом каждый из них имеет очень мощную начинку, которая способна поддерживать самые крутые приложения. Дальше будет таблица технических характеристик. Если нужно, поставьте видео на паузу. Лучшее соотношение цены-качество. Такой слоган закрепился за компанией Xiaomi. И линейка E4S доказывает нам, что это действительно так. За небольшую сумму вы можете получить действительно качественный продукт. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Ну а мы будем благодарны, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Это очень важно для нашего развития. Ну что, настало время прощаться. Вы были на канале PixelTrade. С вами был Михаил. До скорых встреч. Пока-пока.